Товарищи, здравствуйте! У нас сегодня первое занятие в новом учебном году в университете рабочих корреспондентов. И первая лекция у нас – это лекция Михаила Васильевича Попова, профессора по кафедре экономики и права президента Фонда Рабочей Академии на тему «Материалистическое торгование и диалектики Гегеля». Здравствуйте, товарищи! Как известно, марксизм родился на основе трёх наук и состоит из трёх моментов и трёх составных частей. Это диалектика гегелевская, которая превратилась трудами Маркса и Энгельса в диалектику материалистическую, и это политическая экономия, тоже трудами Маркса и Энгельса превращённая в настоящую науку, и это научный социализм. Ну и, строго говоря, когда мы употребляем понятие «моменты», мы хотим этим подчеркнуть, что их нельзя брать отдельно одно от другого. Потому что иногда кажется, как это сразу три науки изучали Маркс и Энгельс, они изучали не три науки, а просто это три стороны, три момента одного единого целого. Потому что люди, которые изучают политэкономию, они не берут во внимание надстройку. Надстройка выходит за пределы самой политэкономии. Люди, которые изучают диалектику как таковую, они ещё не заходят в сферу действия производственных отношений. Хотя они заходят в той мере, в какой речь о всеобщем, а не о единичном и каком-то особенном. Когда стоит вопрос о научном социализме, это вопрос о том, какой класс и почему должен осуществить то, что является исторической необходимостью. И то, что обосновано экономически, и обосновано философски. То есть речь идёт о борьбе рабочего класса. А рабочий класс для того, чтобы победить, должен вооружиться не только теорией своей борьбы, но и политэкономией и диалектикой. Значит, Ленин уже тогда, когда он заканчивал, собственно, свою политическую деятельность, можно сказать, поздний Ленин, он был очень озабочен тем, какие перспективы встают перед рабочим классом, перед советской Россией, ну и перед марксистами, которые должны эту науку продолжать развивать. И он, не случайно выступая на заседании Моссовета, это последнее его выступление было публичное, сказал, что я верю, что из России НЭПовской будет Россия социалистическая. И, так сказать, мы знаем, что так и произошло. И он подготовил большую работу философскую для журнала, который тогда издавался, работу, посвящённую диалектике, о значении воинствующего материализма. И вот в этой работе о значении воинствующего материализма он нам, можно сказать, завещал, что мы все должны стать кружком любителей гегельской идеалектики. Но не в таком плане, что мы любители гегельской диалектики, как и диалектики идеалистической. А мы должны её переосмысливать материалистически на основе изучения истории человечества, на основе изучения классовой борьбы. поэтому мы должны везде находить её материалистическое столкование и обоснование, и этим и руководствоваться. Ну вот, собственно, так стоит вопрос, если взять на путствие, которое сделал Ленин. Но я думаю, что надо принять во внимание ещё и то, что он писал, когда составлял конспект, гегельский конспект науки и логики, он отмечал, что в этой самой идеалистической работе в науке логики меньше всего идеализма и больше всего, на самом деле, материализма. И он говорит, что я вообще стараюсь читать Гегеля материалистически. А что значит читать Гегеля материалистически? Это значит, что то, что представляется Гегелю выражением абсолютной идеи, которая, так сказать, у него лежит в основе, она, кстати, не очень ярко выражена в книге «Наука логики», она зато выражена в цельной философской системе, потому что в этой работе науковой логики предшествует и ряд других работ. Накануне написана работа о феноменологии духа, и, так сказать, как бы Гегель, разворачивая всю свою систему, он берёт не только логику, но логика, именно потому что эта логика всеобщая, это логика движения и развития, а это движение и развитие имеет всеобщие законы, а раз оно имеет всеобщие законы, что это и законы и мышления, и законы природы, и общества в том числе. Вот поскольку это и законы общества в том числе, то, основываясь на диалектических законах, мы уже многое уже знаем об обществе. И вот, когда специально он изучал науку логики, он отметил, что нельзя вполне понять капитала Маркса, и особенно его первой главы, не поняв и не проштудировав всей логики Гегеля. Поэтому никто из марксистов не понял Маркса и полвека спустя. Но это такое очень серьёзное, так сказать, замечание, серьёзное предложение, в котором есть два утверждения. Одно о том, что нельзя вполне понять. Это этого не следует, что нельзя понять. Можно понять капитал Маркса. Не только можно и нужно понять капитал Маркса и в других местах. Ленин неоднократно говорил и подчёркивал, что капитал Маркса – это настольная книга каждого сознательного рабочего. Поэтому вполне каждый сознательный рабочий может прочитать и понять. Но ставится и другая задача – вполне понять капитал Маркса. А чтобы вполне понять, надо увидеть движение всех этих категорий. Не просто прочитать и запомнить основные положения, основные доказательства, а видеть, что связано в единую всю систему. Потому что, когда вы читаете том 1 капитала Маркса, там предполагается, эта предпосылка сделана, можно сказать, в резком противоречии с тем, что бывает в экономической жизни, что все товары продаются по стоимости. Весь первый том капитала при этой предпосылке построен. Зачем? Зачем? Маркс хотел показать, что не из торговли рождается прибавочная стоимость, и не из обмана. Она рождается из того, что имеется специальный товар, рабочая сила, способность к труду. И если все товары будут продаваться по стоимости, получится прибавочная стоимость, которая создается в прибавочное время. А в необходимое время создается стоимость рабочей силы. И когда Маркс капитал закончил, то тем самым он показал, что как может рождаться эксплуатация, даже если все цены будут стоять по стоимости. Вот что доказано в первом томе капитала. На самом деле, ведь цены при капитализме по стоимости не устанавливаются. Во-первых, надо принять внимание не только производство материальное, которое рассматривается в первом томе, но принять во внимание и обращение. И том второй капитала – это обращение капитала. То есть готовый продукт должен отправиться в путешествие. То есть сюда включается в рассмотрение транспортного движения товаров, транспортировки их с одного места на другое, погрузка, разгрузка и так далее. То есть продолжение материального процесса производства в сфере обращений. Речь идет здесь, правда, не о пассажирском транспорте, а о транспорте, который перевозит товар. Но люди у нас товарами не являются. Это понятно. Но на этом анализе всей этой сферы обращения Маркс не заканчивается, потому что если эта сфера обращения не рассматривает, то у вас потребительная стоимость, которой обладает товар, не дойдет до потребителя, и товар, собственно говоря, раз он не реализует потребительную стоимость, то он и стоимость не реализует. Поэтому, скажем, сгнивший товар потеряет не только потребительную стоимость, но и стоимость. А у нас были случаи, когда и зерно могло сгореть, и, скажем, свёкла могла быть испорчена, и сгнила, потому что её не отправили вовремя куда надо и так далее. То есть это такие явления кризисные, которые имели место не только в условиях капитализма. А третий том снимает эти предпосылки, которые сделаны исходя из самой глубинной основы капитализма. И рассматривается уже поверхность экономических явлений. А раз поверхность экономических явлений, то уже тут вопрос стоит о том, что раз капиталисты действуют исходя из стремления к прибыли, то до тех пор будет в эту отрасль переливаться капитал, в данную отрасль, пока здесь цены будут выше, чем в других отраслях. Это совершенно понятная мысль. И наоборот, он продолжает ещё переливаться, а здесь уже из-за того, что много товаров попало в эту отрасль, капитал пошёл в эту отрасль, то здесь цены начинают падать. И тогда, наоборот, капитал начинает двигаться назад из этой отрасли в другую. И, как всегда, он проходит точку равенства и уходит уже в сторону от первоначального значения. А вот если имеется такой перелив капитала, то этот перелив приводит к тому, что для капиталиста вообще не важно, чем заниматься. Он может делать ботинки, он может делать автомобили, он может производить и строить различные дома и сооружения, и домины, и печи. И должно быть всё равно, куда вкладывать. Важно, чтобы куда бы вы ни вкладывали, и где бы какой ни был период производства и период возревания вашего товара до продажи, до получения дохода, чтобы это никак не отражалось на том количестве прибавочной стоимости, которую получит капиталист. И вот такие цены, которые этому требованию удовлетворяют, это новый центр колебаний цен. То есть, на самом деле, в реальном капитализме, не в монополистическом, в реальном капитализме, который ещё является капитализмом стихийной конкуренции, с ценами являются цены производства. А цена производства имеет такую формулу – издержки производства плюс средняя прибыль. А издержки производства посчитаны в каких единицах? Посчитаны в ценах, в издержках производства. Вот, скажем, если вы все товары возьмёте и все соответствующие уравнения напишите, то вот такая система уравнений позволяет рассчитать цены производства. Но их никто не рассчитывает. Просто здесь идёт перелив капиталов, и само движение капиталов решает эту проблему. А дальше ещё усложняется движение капитализма и приближается к поверхности. А ещё есть землевладельцы. Причём это мог быть старые землевладельцы, если какие-то остатки прежних отношений земельных ещё где-то не удалили. Старых землевладельцев. А есть просто новые уже землевладельцы, которые купили земли и реализуют земельную ренту. А что такое земельная рента? Это экономическая реализация собственности на землю. Вот эта реализация собственности на землю поднимает цену ещё вверх. И забирает от капиталиста часть его прибыли. Ему приходится платить за землю. Отсюда и вывод, который делает Маркс Капиталя, что ликвидация частной собственности на землю ускоряет развитие капитализма. Некоторые думают, что если нет частной собственности на землю, наступает социализм. Ничего подобного. Наступает отличный капитализм. То есть такой капитализм, который будет иметь большую прибыль, давать большую прибыль капиталистам, чем капитализм с земельной рентой. Ну вот, короче говоря, все эти усложнения делает. И надо сказать, что на долю Энгельса, которого мы отмечаем в этом году 200-летие, дня рождения, довелось, пришлось, досталось доведение до печати, до издания второго и третьего тома Капитала. Поэтому он не только друг и соратник Карла Маркса, но и участник вот этого большого дела, которое связано с созданием всех трёх томов Капитала. И вот это движение категорий, движение от простого к сложному, выведение более сложных категорий из более простых, в этом можно хорошо разобраться, более глубоко разобраться, если человек изучал ту систему категорий, которая имеется в науке логики Гегеля. Есть такая книга в переписках Маркса и Энгельса. Очень интересная книга вот такой толщины, в которой, значит, Маркс и Энгельс, значит, нет, извините, пожалуйста, переписка многотомная, а есть книжка Ленина «Конспект переписки Маркса и Энгельса», вот такой величины. Я её в уитеку отдал, и вот он на него находится. И Ленин отмечает, что там вечно разговор идёт о том, а что бы сказал старик Гегель по поводу вот такого явления и такого движения. Постоянно они этот вопрос обсуждают между собой. Вот как бы это иллюстрировало и как это соответствует тому, что было намечено в науке логики. Ну, встаёт отсюда и та задача, которую Ленин поставил. Материалистически истолковывает диалектику Гегеля, потому что диалектика Гегеля нам нужна не как идеалистическая диалектика, как диалектика материалистическая. И что тогда надо делать? Ну, можно сказать так, что в отношении двух томов науки и логики ничего не надо делать. В том смысле, что достаточно вам считать, что вот эти категории трактуются материалистически. Ну, вот бытие – это самая первая категория. Сама постановка вопроса в материализме Маркса и Энгельса – как делается бытие первично, материя вторично. То есть категория бытия, она и может трактоваться и рассматриваться. Сознание. А? Сознание, простите. Ботерия. Бытие первично, сознание вторично. Прошу прощения. То есть категория бытия, она обычно применяется как категория, тождественная в материи. То есть материя и рассматривается как это самое бытие. Почему? Потому что когда вы говорите о материи вообще, то кроме того, что она есть, вы ещё никакие другие определённости и другие характеристики не берёте. Поэтому это и есть именно бытие, начало. Поэтому вот мы начинаем, и Ленин говорит, что я вообще стараюсь читать Гегеля материалистически. Это что значит? То есть вот эти все категории, которые Гегель рассматривает как категории идей, категории духа, он рассматривает, можно рассматривать как категории материи. Причём, что интересно, обратите внимание, что всего в «Науке логики» два тома. Хотя вот большинство изданий «Науке логики», которые были в Советском Союзе, они обычно берут всё в одном, такая из красной книговой издательства «Мысль», или три книжечки сереньких, так сказать, на второе и третье. Но Гегель не случайно называет первый том «Объективная логика», а второй том «Субъективная логика». Но сказали, что уж более материалистически назвать невозможно. Сначала мы изучаем «Объективную логику», а потом переходим к «Субъективной логике», то есть к отражению этого «Объективного мира». Другое дело, что за рамками этого Гегель считает, что этот «Объективный мир» появился благодаря идее. Но это он считает, это никак не вытекает из этого произведения, и никак не притянешь ничем, кроме как идеалистическим образом за уши, потому что первой категорией является категория бытия. И целая книга есть – «Учение о бытии». Когда учение о бытии заканчивается, чем оно заканчивается? Переходом к сознанию? Оно заканчивается тем, что вы заканчиваете поверхностное рассмотрение и углубляетесь внутрь, в бытие. То есть отрицание бытия как рассмотрение глубинной его стороны. Это что такое? «Учение о сущности» – самая тонкая книга. Вот такая тонкая книга «Учение о сущности», самая для нас непонятная и непривычная. Почему? Потому что если первая книга «Учение о бытии» – ну, это бытие, мы же все материалисты, нам всё это легко делать. А вторая книга – это отрицание. То есть всё, что вы там берёте, надо взять с отрицанием. И даже с самого начала, когда вы переходите, берёте первую категорию сущности, существенное, а ему и соответствует несущественное, где говорит, что это возвращает нас снова в сферу наличного бытия. А надо брать рефлексию, отражение. То есть всё, что вы берёте здесь со знаком бытия, как положительное, это не сущность. Вот если вы на меня смотрите и думаете, что это вот сущность, так сказать, тот вид, который я собой представляю, то сущность не в этом, а, скажем, а в том, что я говорю. А если вы думаете, что я что-то говорю, и это вот и есть бытие, то есть это и есть сущность. Нет, надо, так сказать, ещё посмотреть, во что это выльется, чтобы понять сущность и так далее. И так всё время. Нет, так сказать, такого бытия, которое не надо было бы отрицать, рефлектировать, отражать. Вот поэтому понятие рефлексии, самое непонятное в этом учении, оно, собственно, состоит в том, что не забывайте, где вы находитесь. Вы находитесь уже в учении о сущности, что если вам попадается какое-нибудь бытие здесь, в этой сфере, то вы тогда должны взять его с отрицанием, и вот это вот отражение, и называется, эта операция называется рефлексия. Рефлексия – это, что этому соответствует в мышлении, рефлектирование, то есть обдумывание. Или ещё у нас иногда говорят «пора скинуть мозгами». Это угрожающе как-то звучит. Но смысл в этом состоит в том, что вы не берёте, так сказать, вот то, что вам даёт, дано непосредственно, а всё, что непосредственно получаете, надо взять с отрицанием. Но это не вся книга «Учение о сущности». Это до тех пор делается, пока вы не дойдёте до противоречия, и пока вы не рассмотрите противоречия, а противоречия, как единство противоположностей, оказывается состоящим из противоречий. Каждая противоположность содержит в себе другую сторону. Значит, каждая сторона противоречия содержит в себе целые противоречия. Поэтому у нас не только единство противоположностей, но и единство противоречий. Они тем самым не распадаются на какие-то две противоположности, а соединяются в одно и идут в основание. И из этого основания возникает существование. Вот существование – это первое бытие, которое возникает в сфере сущности. Одно дело у нас – бытие непосредственное, которое было вот в первой книге, а другое дело – восстановленное через сущность бытие. Это вам ничего не напоминает? Восстановленное молоко, понимаете, что это? Там взяли порошок и налили воды, и поставили цену, и написали «натуральное». Оно же натуральное, вода натуральная, порошок натуральный, молочный, всё хорошо. А молоко восстановленное? Восстановленное через сущность бытия. И тут вот появляется парная категория. Если есть существование, то есть условия. Не бывает такого, чтобы что-то существовало без условий. Если для какой-нибудь сути дела созданы все условия, она вступает в существование. Вот скажем, мы с вами боремся за социализм. Что нужно для этого? И это надо сделать, это сделать, газеты издавать, их распространять, журналы, участвовать в конференциях, организовывать профсоюзы, бороться за коллективные договора, выставлять требования, проводить статочную борьбу, создавать, значит, фабрично-заводские комитеты, если нет других органов. И, наконец, создавать советы и готовить дело к тому, чтобы появилась советская власть. Когда она появится? А когда для этого будут созданы все условия? И кажется, что и это недостаточно, вот этого недостаточно, вот этого недостаточно. Ну вот надо над этим работать, и оно как бы само приходит. Вот тот, кто рассматривает историю Великой Октябрьской социалистической революции, может в этом убедиться. Потому что, собственно, Ленин реализовывал эти мысли, эти идеи. Создайте ещё эти условия, вот эти условия. Вот есть советы, но они не большевистские, а надо провести большевизацию советов. Наверное, вы знаете, что вот если у нас были советы и до 1917 года, у нас ведь первый съезд советов состоялся. И что? А ничего. И был там Ленин на этом первом съезде советов. И это было на... Вот сейчас есть кадетская линия, а это была съездовская линия в советское время. И там есть зал, в котором мы проводили, Виктор Акадьевич там присутствовал тоже, оргбюро движения коммунистической инициативы. В этом зале Ленин сидел там на галёрке, и когда Церетели, который вёл меньшевик, сказал, что нет такой партии, которая может создать правительство советское, которая может взять власть. А Ленин сказал, есть такая партия. Но от этого высказывания до взятия власти было немало времени, прошло он, целый год. И в течение этого года решался вопрос... Четыре месяца. А? Пять месяцев. В июле, августе, сентябре, октябре... От первого съезда до второго? До второго съезда советов? В июне он был. А, в июне, да. Я попросить, не целый год. Четыре месяца. Три месяца. Четыре. Да. Ну, четыре месяца. Немало прошло времени, и за это время, какая работа была проделана? По большевизации советов, и когда советы были наполнены тем адекватным содержанием, социалистическим по существу, только тогда и могла возникнуть настоящая советская власть. А так, советы были, а советской власти не было. И наоборот, всем верховодило временное правительство. Вот, поэтому дальше мы начинаем смотреть на другие категории. После категории существования идёт категория, соответствующая, так сказать, сущности и явлению. Есть ли явление? Явление выступает как бытие, но бытие чего? Глубинной сущности. Есть сущность, есть явление. Пара. Почему пара? Потому что в сфере сущности вы не можете успокоиться на какой-то бытийной категории, в которой вы должны отрицать её самостоятельность и углубиться в содержание. И вы находитесь, значит, такую пару. Потом у каждого явления есть что? Закон. Законы есть непосредственно? Нет. Они действуют, конечно, в явлении, проявляют себя. Но есть спокойный мир законов и мир, неспокойный мир явлений. Так же, как в море, есть всё время волны, бури, а есть глубинные течения вроде Гольфстрима, которые всё время течёт в одну сторону и можно с большой точностью сказать, куда и сколько воды притечёт. После вопроса о явлении и законе стоит вопрос о действительности. Да? Не всё ведь действительно, а то, что есть, действительно. Мы различаем между тем, что есть, и действительны. Вот, скажем, убийцы – это люди, люди. Они есть, есть. А действительный человек – убийца? Нет. Убийца – недействительный человек, человек, который противоположен сущности человека. Если гаду какого повесить? Вот если его повесят, то те, кто повесят, это люди, а того, кого повесят, тот не человек. Вы же сами говорили, вести борьбу кровавую, бескровую. Это не я говорил, это Ленин говорил. Вот и Ленин говорил, диктатура, диктатура, пролетариата, есть упорная борьба. Военная и хозяйственная, насильственная и мирная, кровавая и беспроводная, педагогическая и администраторская против сил и традиций старого общества. Поэтому мы должны, то, что есть, может быть, как раз тем, с чем надо бороться. Оно есть, и оно есть, как отрицание сущности того общества, которое построено. Поэтому, скажем, в социалистическом обществе, тем более, скажем, в переходный период от капитализма к социализму, есть то, с чем можно и нужно бороться. А при социализме нужно бороться с теми негативными тенденциями, которые вытекают из тех противоречий, которые есть в условиях социализма. Ну, а, скажем, при полном коммунизме будут противоречия или оно будет непротиворечивым обществом? Наверное, все понимают, что не будет. Не противоречив. Владимир. Вот что такое? Всё будет. Противоречия. Противоречия, значит, будет борьба нового со старым. Об этом хорошо говорил Сталин. И диалектика борьбы нового со старым состоит в том, что, когда новое рождается, и об этом Гегель говорил ещё, оно слабее широко распространённого принципа уже, то есть старого. Ну, и поэтому оно, когда рождается, терпит поражение. Считайте, что и при коммунизме новые передовые идеи будут терпеть по началу поражение, хотя эти поражения не связаны, может, будет с такой борьбой, но, так сказать, в науке, в искусстве, в литературе, в способах организации общества всё время будет идти борьба. И вот эти более передовые постепенно распространяются, они упрочиваются, и потом они начинают теснить это самое старое и одерживают победу. И когда они вот вовсю одерживают победу, появляется то новое по отношению к этому новому, вот то, что было новым, и то, что уже одержало победу и развилось и стало прочным, оказалось уже в старом. Борьба между новым и старым неизбежная, она будет продолжаться на всех стадиях развития общества, хотя и принимать самые разные формы. Вот, поэтому можно сказать, что вопрос диалектический связанный с тем, как понимать развитие общества, а мы не люди остановки, а люди движения, правильно? И мы не за всякое движение, а за движение низшего к высшему, а простого к сложному. А движение низшего к высшему, а простого к сложному идёт через разрешение противоречий. Поэтому без диалектики, какого бы то ни было, так сказать, правильного понимания общественного развития быть не может, и поэтому мы вынуждены, несмотря на все некоторые трудности, какие есть в этом изучении, этим заниматься. но сам подход, который взят Гегелем, что он объективный идеалист, а не субъективный, он облегчает нам эту задачу, потому что и учения об ИСИ, и учения о сущности подвергаются или поддаются материалистическому истолкованию без изменения структуры этой сети всех категорий, структуры, расстановки и движения, поэтому их можно просто понимать материалистически и всё. Пусть Гегель нас давает это выражением идеи, а мы понимаем, что так развивается материя. Ну вот мы доходим до вот этой книги, которая называется «Субъективная логика». Она и называется «Субъективная логика» у Гегеля. Раз она субъективная логика, здесь речь идёт уже о ком, о сучеловеке. И вот здесь уже простым истолкованием никак не обойдёшься. Почему? Потому что начинается она, эта книга, вдруг с понятия, а потом за этим понятием идут такие вещи, которые, собственно говоря, продолжают движение материи и доводят его до создания человека. Посмотрите, вот есть такой раздел у Гегеля «Объективность». Это второй отдел. Объективность. Там механизм, абсолютный механизм, химизм. А потом идёт ещё следующий, третий отдел «Жизнь». Живой индивидуум, процесс жизни, род. И вот тут бы казалось, раз уже процесс жизни род, дошли до человека, и вот теперь самое место уже понятием. Называть это вот книгу «Учение понятием» вполне можно, если вот так её построить. Почему? Потому что речь идёт о результате, в конце концов, получается «Учение понятий». Но что сначала понятие, а потом живой человек, или живой человек, а потом понятие? Вот в этом отношении, конечно, здесь, в этой книге просто, так сказать, истолкованием не обойдёшься. Поэтому что бы я посоветовал? Ну, поскольку это книга, и есть автор этой книги, и вы можете сколько угодно его критиковать за то, что он идеалист, но эта книга его, и, так сказать, мы не можем взять и, так сказать, написать в этом смысле другую книгу, переделать и сказать, а вот это вот будет наша книга. Нет. Материатическая диалектика в пяти томах. Ну, делали, но диалектики там не было в пяти томах. В пяти томах не было, делать пытались. А гонорары были. Поэтому, значит, что можно сделать? Вот товарищи, наверное, читали, как советовал Ленин изучать науку логики. Не так, как другие книги. Нужно что делать? Штудировать. А что такое штудировать? Ну, есть книги, там русские народные сказки вы прочитали и всё поняли. А есть книги такие, что один раз вы прочитали и поняли, что вы не разобрались. Второй раз прочитали, третий раз прочитали. То есть, надо вернуться, снова пройти по этому пути и, наконец, постепенно то, что было неясно, станет яснее, а то, что было ясно, ещё яснее. И постепенно можно разобраться. Я вспоминаю свои студенческие годы, когда я ходил на спецкурс не по диалектике, а по эргодической, нет, по высшей алгебре. Ну да, по высшей алгебре, но он назывался по-другому. гомологическую. Гомологическую. Да, гомологическая, да, гомологическая алгебра. Вот ходил я на этот спецкурс, первую лекцию я понимал, вторую уже не понимал, и так, целый год сидел и думал, вот сидят люди рядом, они-то понимают, а все с таким видом сидят, всё понятно, а мне непонятно. Ну, закончил я это самое обучение, в следующий год я снова пошёл на курс, и он улович сказал, сидит нас пять человек. Ну, тут я уже понимал, я сдал, получил своё отлично, но это потребовало двух лет. То есть, для тех случаев, когда речь отойдёт о чём-то серьёзном, это ничего так, это не так много. Поэтому, если бы я сейчас пришёл вам и объявил, что я вот всё тут понял в новой киллогике, вы правильно бы мне не поверили. Вот, несмотря на то, что я уже изучаю новой киллогике много. Ну, скажем, я впервые начал её изучать в 67-68 году. Ну, и с того времени, так сказать, время от времени перечитываю, что-то будет. Для лучшего понимания я веду кружок, кружок любителей гейгерской диалектики, и хочу сказать, что вот это постепенное понимание, оно даёт колоссальную экономию времени. То есть, то, что, скажем, без диалектики давалось бы долго и трудно, с диалексикой даётся быстрее и легче. Хотя, времени надо построить. Но это всё равно, что вот вам нужно нарубить много леса, ну вот идите, берите топор и рубите. Или пилу один. Или вы сделаете машину, которая будет захватывать эти самые стволы, обрезать их, сразу обрабатывать, убирать сучья и хлысты складывать и так далее. И вы быстро-быстро много сделаете. То есть, это вот такой основной капитал. То есть, это вот наш основной капитал. Поэтому, как бы я советовал поступить? Ну, когда вы дойдёте до учения понятия, надо его взять и прочитать. Что-то вы при этом поймёте, а что-то вы при этом точно не поймёте. Я буду очень рад, если вы всё поймёте, но я очень сомневаюсь. Потому что, честно хочу сказать, что мне тут много ещё непонятно. Тоже. И это не такая простая вещь, которую можно сразу приступом решить. Но! Потом, просчитав, в чём состоит студирование. Штудировать, значит, возвращаться снова к прочитанному. ещё раз рассматривать, ещё раз обдумывать, делать соответствующие перерывы. За вами никто не гонится. Значит, вы же можете понять капиталома? Ну, вполне не можете. Уже понимаете больше, ещё больше будете понимать, и во всём другом будете больше понимать. Поэтому, это чтение, ну, как вот люди делают зарядку, не для того, чтобы стать спортсменами, а для того, чтобы поддерживать своё, так сказать, существование. Лучше, так сказать, заниматься какими-то движениями, чем лежать в больнице, как известно. Значит, вы прочитали, как надо читать субъективную логику. Ну, вот вы приехали в другую страну. Вот вы были в Испании? Вот вы были. Вот приезжайте в Испанию, через год вы будете прекрасно говорить по-испански. Так? Что для этого нужно делать? Говори. Говори. Читать. Как читать по-испански? Братья читать. Ну, и в итоге и научите. Есть ли такие люди, которые переехали куда-то в другую страну и не научились другому языку? Нет таких людей. А детям как тяжело. Да, разве можно сравнить? Мы знаем слова, а дети никаких слов не знают, с ними родители разговаривают. А дети ничего же этого не знают, никакого языка. им нужно всё изучить сначала. Они это проходят, а потом люди становятся взрослыми, как мы с вами, и, так сказать, свысока смотрят на детей. А дети такие, значит, спокойно решают. Они там не доказывают, что я ничего не понимаю. Они лепят там такое, говорят, и постепенно всё лучше, 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 и потом прекрасно говорят. И понимают. Хотя значение многих слов они поймут чуть-чуть попозже. А может быть, не чуть-чуть. А некоторых не поймут. То есть, что нужно сделать? Вот вы прочитали. Как надо читать? Ну, как вот читать? Читай вот, что написано, и всё. Не надо, так сказать, задаваться. Не должно быть гордыни, что если я это не понимаю, я читать не буду. Читай, читай, если не понимаешь, читай, читай. Дочитал до конца. Потом я советую сделать следующее. Читать уже в другом порядке. Вот первый отдел. Начать читать вот эту же самую книгу не с субъективности, которая должна появиться позже по логике вещей, а с субъективности. Вот первый отдел объективности. Объективность, первая глава, механизм, вторая глава, химизм, третья глава, жизнь. Вот это же самое, троичность. То есть мы приступили к рассмотрению вопроса о понятии, но понятие возникнет в конце, а не в начале, как у Гегеля. Но не с понятия начинается это все, а кончается понятием. Понятием все кончается. То есть объективность, включающая механизм, химизм и жизнь. Потом второй отдел. Первый отдел называется объективность. Второй отдел субъективность, понятие, суждение, умозаключение. То есть после того, как вы дошли до жизни, тогда вы можете говорить уже о понятии, о суждении и умозаключении. А третий отдел идея. Когда появляется идея? Когда вы ставите цель. Потому что нет идеи, если у вас нет никакой цели, то, что если у вас есть идея, которая не состоит в том, чтобы чего-то сделать, чего-то добиться, что-то построить, что-то совершить, это не идея. Это просто вот сверстание. Вот смотрю я на вас и вижу я вас. А вы смотрите на меня и слушаете, и видите, и слышите меня. это идея? Нет. А вот идея закончить лекцию, это уже идея, так сказать, как-то так. Идея понять, что было на лекции, тоже идея. Идея выступить, тоже идея. Идея прочитать науку логики и так, и так, это тоже идея, более сложная. То есть, я вот вас склоняю, пытаюсь, так сказать, на тяжелый путь, но такой выигрышный. Первый раз вы читаете, как написано в Гегеле, а потом читайте вот в таком порядке, как бы мы материалистически читаем. Сначала объективная логика, объективность, первая глава, механизм, химизм, жизнь, потом понятие, суждение, ему заключение, а третье дело, первая глава, телеология, вторая глава, а телеология не там стоит у Гегеля, вторая глава, идея познания, и третья глава, абсолютная идея. И вот эта гегелевская троичность у него потерялась из-за того, что он, так сказать, идеалистически это поставил. У него посмотрите, вот вторая глава, идея познания, идея добра. Всё, две, как это так, всё было три, а тут две, что-то тут непорядок у него. Третья, третья, так сказать, глава, абсолютная идея. А идея познания делится только на две части. Поэтому, если вы так сделаете, что рассмотрите идею, первая глава, идея, это третий отдел, телеология, вторая глава, идея познания, но прежде, чем поставить цель, надо познать, наверное, то, что вы будете потом направлять к какой-то цели, и третья глава, абсолютная идея. Ну вот тогда, с учётом этого построения, оно не затрагивает никаких тут других основ, оно просто соответствует материализму, и цепляться за отдельные высказывания Гегеля, там, где-то он не так сказал, я думаю, это не в этом состоит задача. В истории, так сказать, всегда приходится что-то считаться с исторической обстановкой, в которой он находился. Некоторые спрашивают, а как вообще изучать, вот как молодёжи изучать. Ну, я напоминаю, что у Гегеля трёхступенчатая система обучения предложенной диалектики. Сначала для детей и юношества. Как известно, науку логики он написал, будучи директором Нюрнбергской гимназии. Но гимназистам он не предлагал науку логики. Он написал такую книгу, которая называется «Философская пропедевтика». Есть такой сборничек работы разных лет. И там есть «Философская пропедевтика». То есть там все эти же категории, так они прямо и поставлены, чтобы дети привыкали к таким категориям, чтобы это для них было знакомо. Как, скажем, для детей, то, что говорят родители, они к этому привыкают, а ещё не понимают, чего они вообще говорят. Ну, вот говорят об этом, чтобы это не было такое странное. Затем, есть малая логика. Она написана была как учебник для вузов. То есть тогда, когда Гегер был профессором Нюрнбергского, профессором Берлинского университета. Он и ректором был. Она маленькая, вот такая всего. Тот, кто хочет, любит маленькое. Почитайте её, и по ней трудно изучать науку логики. Почему? Нам неподробно. То есть это как вот для студентов, дают учебники там, вот сдать можно, а понять тяжело. И, наконец, наука логики, которую он написал, будучи директором гимназии в Нюрнберге, и по которой надо изучать, собственно говоря, диалектику по ней. А то хорошо прочитать. Малую логику неплохо прочитать. Философскую пропедептику тоже неплохо прочитать. Вообще вокруг там прочитать, что писали Маркс и Энгельс по поводу гегельской философии, тоже интересно прочитать. Понятно, что Энгельс писал в Диалексе и природе, в Антиюринге, что Маркс по этому поводу говорил. Вот Маркс говорил, что я бы, вот если бы нашлось бы время для таких занятий, я бы то рациональное, что есть у Гегеля, я бы изложил на двух листах. Некоторые, думаю, что два листа это вот две страницы. Листы в печатной издательской практике это 24 страницы. 48. 48 страниц, а не две странички. Но, как вы понимаете, Энгельс никогда такого не говорил, и Ленин тоже такого не говорил, а Маркс такого не сделал. Если бы он мог, он бы и сделал. Поэтому будем считать, что он, так сказать, нам хотел задачу облегчить. Если кому удастся сделать потом, изложить на 48 страницах, то он будет очень рад это сообщать ему. Вот так обстоит дело. То есть, в чём состоит изучение материалистическое истолкование, что надо две книги просто истолковывать, не трогая структуру, а вот третью книгу субъективная логика, но надо же к этой субъективности прийти, от объективного. Поэтому тот раздел, который у Гегеля почему-то стоит не в начале, объективная логика. Объективность поставить вперёд, второй отдел субъективности, третий – идея. И тогда у вас всё это будет стоять. Вот что я хотел вам доложить и посоветовать этот рецепт использовать, поскольку с разных сторон нужно подходить к решению задачи понимания диалексики и разные приёмы использовать, я могу рассказать то, к чему я пришёл в результате многолетнего изучения науки логики Гегеля. И я вот сейчас в этом году кружок у нас начинается снова, вот об этом снова пойдёт речь. И мы, наверное, начнём сейчас вот эту третью часть, это учение о понятии так и рассматривать. С тем, чтобы эту проблему разгрызли, этот орех могли разгрызть. Вот, это нам не только не мешает, вот, наверное, люди должны понимать, что то, что мы, то, что вы там завтракаете, обедаете и ужинаете, можно считать вычетом из вашей работы, как считают, например, капиталисты-работодатели. Но, наверное, вы понимаете, что если вы не будете завтракать, обедать и ужинать, то долго вы не проживёте. А что касается науки логики, это пища для ума. Всё, что мы создаём, что мы строим, это то, что мы планируем, свои выступления, свою работу, свою деятельность, повышение своего авторитета, потому что люди не только вы должны делать, потому что вы им доказываете, но они должны убедиться, что вы, если что-то советуете, то вы с умом это советуете, и постепенно люди будут, так сказать, ваши советы принимать. А если вы просто, так сказать, заявите, что вы начальник, то не очень-то вас будут и слушать. Поэтому всё это необходимо, и поэтому вот этот завет ленинский, что мы должны стать кружком любителей гегелеской диалектики, мы должны материалистически истолковывать, гегеле применять его во всей нашей жизни и во всей нашей борьбе. Вот, собственно говоря, что нам Ленин завещал, и мы этому завещанию, или этому завету лучше сказать, и должны следовать, и тогда мы будем побеждать. Спасибо за внимание. Вас? Кто побеждает? Да я всегда вас побеждаю, и дальше буду побеждать. Я победил. Так, значит, вопросы, товарищи. Товарищ Шмелёв, можно ли включить в программу по результативному изучению вегелеской диалектике феноменологию духа? Чем наука логики лучше, а на феноменологии духа, как я понимаю? Это кто сказал? Это товарищ Шмелёв сказал. Это не в программу изучения наук и логики, это предшествует должно науке логики. Не обязательно. Может. Если вы хотите изучать, то в науку логики это никак не включается. И в программу это не надо. А если вы хотите, то это то, что и для Гегеля было предшествие. То есть он рассматривал в феноменологии духа три формы постижения мира. Какие? Религиозные, когда свой мир, мы представляем, видим мир на небесах. это постижение в образах искусства. архитектура, живопись, так, билетристика и так далее, музыка. Всё это постижение мира. Но вот вы сидите в филармонии рядом, у вас мысли самые разные. Слушайте вы одно и то же. И, во-первых, не важно, какой у вас язык, какой вы национальности, абсолютно не имеет никакого значения, на каком языке вы говорите. А художественные образы непосредственно способствуют постижению мира. Ну и, наверное, каждый различит грустную музыку или весёлая она, независимо от того, он русский или японец, или эстонец, или ещё принадлежит какой-нибудь национальности. И высшая форма постижения мира – постижение в понятиях. Вот дойдя до этого пункта, Гегель и постижение в понятиях посвятил этому науку логики. Поэтому это никак не надо включать программу изучения науку и логики. А как то, что может предшествовать этому, а как она может вам предшествовать, если вы уже начали науку логики изучать? Вы теперь можете взять почитать. Это полезно. И вы видите, она, конечно, написана гораздо более непонятно, чем наука логики. Потому что там речь идёт просто о формах постижения мира, а здесь идёт о логическом выведении, когда из одного понятия вводится другое. Так, следующий вопрос. Следующий вопрос. От товарища Потокина. Михаил Васильевич, фирософия как наука всеобщих законов природы общества и мышления воспринимается многими как бесполезное на практике. Как применить диалектику и фирософию в жизни? Как применить диалектику в жизни? Значит, в жизни надо применять марксизм. Вот применение марксизма и есть применение диалектики в жизни. Вот мы с вами марксисты, мы с вами диалектику изучаем как основной, такой существенный момент марксизма. Если мы не изучим диалектику, мы не будем марксистами. Или будем называться марксистами, а на деле не будем. Поэтому это мы в жизни применяем, или не в жизни, в жизни. Человек, вооружённый диалектикой, более сильное воздействие оказывает и на своих противников, и на своих сторонников. Факт. Поэтому это вооружение новым передовым оружием, которым наши противники вообще не владеют и владеть не будут. По той простой причине, что они саму борьбу не хотят рассматривать. Сама идея о борьбе противоположностей, она разрушает все их конструкции буржуазные. Поэтому они это не хотят изучать, а это наш выигрыш, а их проигрыш. Поэтому у нас с ними неравные силы, потому что наши силы основаны на передовой науке, а у них нет. Так, вопрос от Виктора Акадьевича Тюлькина. Михаил Васильевич, кого из современных философов в РФ можно отнести к материалистам, а кого из них понявшим Гегеля? Ну, из философов, я думаю, можно отнести товарища Казенова смело, вполне, и к материалистам, и к понявшим Гегеля. А еще к понявшим Гегеля можно отнести Александра Владимировича Золотова, хотя он формально не философ, он доктор экономических наук, заведующий кафедрой экономической теории и методологии, экономического факультета Нижегородского университета имени Лобачевского. И вы можете видеть на канале Фонда рабочей академии, он идет, и способствует, и содействует изучению логики и другим. Ну, а вот, собственно говоря, я думаю, что этим круг по существу серьезно изучающих и серьезно пропагандирующих диалектику исчерпывается на уровне высоты из крупных философов. Так что, а вот количество людей, оно постоянно растет, которые изучают диалектику. Это очень легко увидеть. Вот если посмотреть, сколько людей смотрит канал Фонда рабочей академии, и там кружок, то там, значит, уже полторы тысячи точно есть. Это регулярно читают и просматривают. Потом на таком канале, как Академия смыслов Лобби, вот, так сказать, я записал краткий курс диалектики на 4 часа 20 минут. Вот. Народ хохочет по поводу того, что это краткий курс. Что значит, как краткий курс 4 часа. Но, имея в виду масштабы, конечно, это краткий. Учитывая, что, вот, скажем, занятия в кружке по науке и логике тянутся у нас уже много лет. С 14-го года? Вот. С какого-то 14-го? Да, даже и дома проводили много-много занятий у Ивана Михайловича. Это у Федотова, это вот уже последний тут печень. Да, у Федотова, потом у Вас. Как только мы его не проводили, и это всё продолжается и продолжается. И, так сказать, это не безрезультатно. Ну вот, кратко можно сделать тогда, когда долго изучается. Потому что тогда можно изложить кратко. И я вот Вам попытался изложить кратко, но если бы меня в прошлом году попросили сказать, а как вот материалистический и толковый диалектик Гегеля, я бы вот такую лекцию прочитать не смог. Вот сейчас я подготовился, и вот, скажите, коряченько, в качестве, так сказать, подарка к началу занятия в университете рабочих корреспондентах и принёс. Так, всё, да, товарищи, ну, выступление подано было только одна заявка. То есть я всех поздравляю с началом учебного года. Так, и, значит, думаю, Михаила Васильевича поблагодарить. За то, что он нам, так сказать, зарядку для мозгов дал. И хотя он нас предупредил, что, значит, те, кто будут вникать, читать в Гегеля, сразу не поймут. Я думаю, мы все это понимаем, потому что даже когда лекцию слушаешь, уже не первый раз по различным вопросам, значит, связанной с философией Гегеля, и тот, так сказать, не всё усваиваешь. Но, тем не менее, я, конечно, что хотел обратить внимание, что, вот, моё личное мнение, что в этом нет большой беды. И особенно, наверное, это понятно тем людям, которые занимаются, ну, или занимались техническими вопросами. Потому что, вообще-то, мы должны понимать, недавно усвоили, что нужно уметь опираться на плечи титанов. То, что они, так сказать, выработали, в том числе, в виде каких-то готовых формул, да, это тоже большое дело, это годится к употреблению. И ничего страшного нет, чтобы кто-то не прошёл, так сказать, всех ступеней, как это выводилось, как оно в становлении всё идёт и прочее, прочее. Причём эти вопросы, они ведь не сейчас возникли. Вот я для разрядки один случай расскажу. Был такой видный деятель партийный, государственный, профсоюзный коржок Владислав Иванович в Ленинграде. Значит, я знаю, потому что он из радиопромышленности, мне рассказывала, так сказать, его супруга и Ковешников, это председатель, кстати, Союза промышленников и предпринимателей, вот последний, значит, был генеральным директором нашего объединения, и его друга. Ведь как в советские времена часто в райком брали ребят? Приходит такой боевой, значит, такой вот деловой парень хватки, его в промышленный отдел. Приходит такой чуть поспокойнее, не очень, но это враговики. А если пришёл совсем такой вот это, ну давайте его пока на идеологию направим, купышно там. Чего вы на меня показываете? Да я... Так вот, этот Коржов Владислав Иванович был главным инженером опытного завода, кандидат наук, кандидат наук. Его взяли на партийную работу, направили. Ну тогда, это в 70-х, в начале годов было, ещё относились более-менее серьёзно, на секретаря райкома, а потом в обкомный отдел пропаганды и секретаря, значит, Ленинградского комитета. И вот жена говорит, вот он тоже услышал, значит, что не освоив всей логики Гигеля, нельзя вполне понять. И говорит, вот он человек добросовестный, обложился книгами, в углу гайд целые стопы, так далее. Приходил в спортивной работе, а там 8 часов не поработаешь, там и 10, и больше, поужинает, лампу включит и садится за это, так сказать, изучает одно, второе. Хватило его, так сказать, на несколько месяцев. Потом он вдруг кинул одну книгу, Гугл сказал, нет, это невозможно, это, но секретарем он был хорошим, а потом его направили на работу в профсоюз, председателю профсоюзов, ну, ФНПР, и и прочее. И был очень приличным, председателем профсоюзов, вел хорошую работу, и, так сказать, все получалось, и прочее. Поэтому, значит, я еще раз хочу провести вот эту мысль, что знание и опора на, в том числе, на те выводы, на те формулы, которые дошли до нас в виде законов диалектики, да, единственная борьба противоположностей, переход там, количество в качество, отрицание, отрицание, это, так сказать, ну, те плоды, которым пользуются все, и это не мешает. Может быть, не вполне, да, но в том уровне, который необходим для руководства в действии, для организации работы и борьбы, понимать и Маркса, и Ленина, и сегодняшнюю ситуацию, да, это вполне доступно и нужно. И поэтому, это мы и будем на дальнейших занятиях у нас здесь проходить и изучать. Ну, а за, так сказать, нацеливание, на самого Гегеля, так сказать, спасибо, будем учиться. С выступлением у нас закончились, я на правах идущего, последним себе позволю, мне в итоге подвести, еще будет выключенное слово, конечно, Михаила Васильевича. Кто хотелось бы сказать? Во-первых, хотелось бы немножко популяризировать с Виктором Аркадьевичем, потому что эти вот торговые родовики, мы понимающие Гегеля, они, в общем-то, и привели страну к реставации капитализма. И противостоять этим тенденциям нарастания товарных всяких вещей и раздражения общества они не могли. Но это, скорее, не их вина, я бы сказал, тут скорее предательство ученых, в том числе фирософов, потому что, вот, Михаил Васильевич здесь запнулся с тем, кого назвать фирософом, понимающим Гегель, а ведь люди на карту фирософии большие деньги достаточно получали, кандидаты, доктора, и заниматься, в общем-то, было нечем, кроме как изъезжать фирософию. И Гегеля, в том числе, если у директоров завода, партийцев и так далее было много работ по текущей организации, то там-то люди в чистом виде получали зарплату и немаленькую и только лишь за это. И, в общем-то, толку от них не оказалось. Это первое. Второе. По поводу два слова фирософской паркадектики что говорил Михаил Васильевич. Она ко мне попала в руки где-то, когда я был на первом втором курсе сам издатовский такая отпечатанная. Я ее начал читать. И там действительно там вот он вбивает в голову, но там значит вызывается того, что вот есть мировой разум. Он значит материя, ну, грубо говоря, материя вторична, мировой разум первичный, он там самосовершенствуется, саморазвивается и материю подстраивает под себя, вокруг себя и в соответствии с этим значит идет развитие и я ее после этого забросил. Потому что моя все-таки материалистическое воспитание, оно этого не пережило, а там это без доказательства, без ничего, короткими рубленными фразами это вот именно пропедатрика вбивается в юные головы. А в 90-х годах уже начал читать в фирософию большую логику наук и логики и в общем-то она стара заходить, потому что там все логично, а на отдельные такие моменты можно не обращать внимание идеологически или идеалистически. Вот. Ну и все-таки вот для чего изучать науку и логики? Вот когда взрождались все науки, ну и начали взрождаться, человеческий стараться понять вот это и законы мышления в том числе. И 2000 лет тому назад, как мы знаем, появилась логика формальная, истокселевская, и многие ее сейчас называют это ее логика, вот детская диалектика и там непонятно что, а вот это логика, учебники по логике, тут все логично, или А, или Б, если А больше Б, и АБ больше С, то значит А больше С, там или А, или Б, это все-таки или. Это все четко, там понятно, так и вроде все легко. Это вот истинная логика. А вот диалектику вот возьмешь, вот вроде работать много это хорошо, да? Хочешь быть богатым, больше работай. Это нам тоже говорят постоянно работодатели, в том числе, если вы хотите жить хорошо, так вы проработаете, вы производительность сдаваете и так далее. И тем не менее, жизнь показывает, что как раз те, кто больше всех работают, они хуже всех живут. И это не только закон капиталистического общества, это вообще, если не будешь думать, будешь только пахать, ну, понятное дело, что никогда ты не догадаешься ни до каких недомеханизмов, ни до машин, и для этого нужен досуг, надо сесть, отдохнуть, подумать, это опять выспаться надо, это обязательно все надо делать, а можно поработать, работать, работать, ничего хорошего с тобой не будет. Но для этого нужно определенное такое все-таки идеологическое понимание, потому что вот сейчас с этим очень большие проблемы. Люди работают сверхурочно, эти выходы в субботу воспринимают как поощрение от начальства, и перерамить это вот сейчас наши товарищи борются на предприятиях с этим очень тяжело. А они там выглядят белыми воронами и врагами народа, дают людям зарабатывать. Это еще было со времен профсоюза докеров, и сейчас это вот тяжело очень, то есть тут нужна диалектика, чтобы больше зарабатывать, надо меньше работать вот на этом этапе. Будешь больше цениться труд, и начальство будет лучше идти навстречу, и вот так сказать, будешь лучше жить. Ну, или скажем, то, что все должно быть в развитии. Вот у нас работу Ленина «Государство и революция» студировали тщательно, и мы изучали ее, конспектировали в институте, по крайней мере, в школе, не помню. От реставрации капитализма это не спасло. Хотя вроде бы там написано, что государство должно быть либо государство диктатура буржуазии, либо государство диктатура пролетариата. Однозначно. Но это там не выражено, а какое должно быть государство диктатура пролетариата? Ленин вот на тот момент, на лето 17-го года, или когда он уже оформляет эту работу по ранее написанным конспектам из Маркса, Энгриса, Ленина, он, может быть, тоже этого вполне не понимает, потому что у него ни слова в этой работе, а о том, что должны быть советы, как организационная форма диктатуры пролетариата, и нет о том, что советы сами по себе, безруководящие в них роли партии, также не приведут к диктатуре пролетариата. И вот если оставаться на уровне государства революции, не штудирая пролетарская революция, Ренингард Кауцкий, в частности, другие более поздние работы Ленина, то это вот здесь и непонятно, как все это делать. А там вот, в принципе, парижские коммуны для выборной власти, да, там это отзыв в любое время, сведение зарплаты госслужащего, руководителя к зарплате рабочего, это совмещение законодательных исполнительных функций, да, это все необходимые условия, но, как вот Михаил Васильевич говорил, должны быть созданы все условия для того, чтобы суд делал вступил в свое существование, а вот условия, это далеко не все, как показала практика, потому что даже там в 80-х годах у нас было совмещение законодательных исполнительных функций в советах, и теоретическая возможность отзыва в любое время, и зарплату в этих советах, в общем-то, даже освобожденным споткунским рабочим платили не выше, чем зарплата рабочего, сработало оно, государство литературы пролетариата уже не получилось и приготавливается обрация капитализма. Это вот такие моменты, то есть все надо брать в движение, и все время надо смотреть на вот это движение, на развитие. Если чего-то от ранее взять, как вот ранние работы классиков любят изучать, ну там они неправильные вещи, но вот все-таки для порноты, для того, чтобы добиться, здесь вот без диалектики, без вот этого движения никак, и надо понимать, что диалектика это аргебра, высшая математика, вот вообще жизни, организации, всех устройств жизни, так же, как можно построить водку на основе практики, там какой-то сметки, умений и так далее, а корабль большой или самолет вы не построите, нужна высшая математика, другие науки, расчеты и так далее, так же коммунизма и государственная диктатура пролетариата без понимания диалектики не построит, основывается только на формальной логике. Вот это вот все, и поблагодарить хочу Михаила Васильевича напоследовать. Спасибо. Значит, я думаю, что товарищи, которые выступили, я думаю, поддержали мысль о том, что надо заниматься изучением диалектики, поэтому я на этом больше не останавливаюсь, хочу сказать даже больше, вот Иван Михайлович очень важный момент подчеркнул, что вот мы сейчас находимся не в господствующем положении, а в оппозиционном, и как можно в этой ситуации выиграть? За счет чего? У кого больше денег? У рабочего класса или у буржуазии? Да у каждого капиталистов в семь раз больше прибавочной стоимости, чем зарплата рабочих его. Поэтому преимуществ тут нет. Преимущества власти тоже нет. Но где мы можем выиграть? Ну, они же не хотят изучать науку о борьбе противоположностей. Не хотят, в принципе, изучать эту науку, потому что эта наука их, так сказать, с души воротит. Потому что, если люди будут понимать, и знать науку о борьбе противоположностей, то более прогрессивные силы победят реакционные. Значит, надо, чтобы люди ходили там, голосовали, выступали, говорите, что хотите, всё разрешено, вам кто-нибудь запрещает, проводите занятия, изучайте, что хотите. Важно, чтобы только вы не боролись. Поэтому, и наоборот, как может рабочий класс победить в ржазе, если он освоит науку борьбы. А как освоить науку? Наука – это система знаний. Система имеет начало, как неразвитый результат, и результат, как развернутое начало. Чтобы в голове удержать эту науку, вот надо поместить эту систему. Иногда говорят, а вот же, Гераклит был, что нельзя два раза войти в одну и ту же реку. Это один раз он говорил, а на самом деле он и другой говорил. Только в одну и ту же реку можно войти в два раза. Ну, сами подумайте, если это разные реки, так как же вы вошли? Нет там никакой системы. Была система диалектики у Аристотеля? Не было. Единственная система диалектики человечество построило только в лице Гегеля. Значит, нам остаётся только материалистически истолковывать и использовать. То есть, мы должны овладеть вот этим самым передовым методом, который является методом преобразования мира. И эта самая диалексика у нас не стоит особняком от марксизма. Она представляет его составную часть и момент этого марксизма. А без марксизма победить социалистическая революция, рабочий класс и трудящиеся не могут. Вот этим объясняется то внимание, которое мы уделяли и будем этому уделять. И есть ещё и другие критерии. Если человек хочет развить свой мозг, а мозг это самое главное, что есть у человека, то лучшего средства, как изучение науки, логики, просто нет. Поэтому речь идёт не о том, чтобы перечислять, что надо изучать, а дело в том, что тут есть система, и в этой системе есть некоторый недостаток, связанный с идеалистической позицией Гегеля. Вот мы должны это преодолеть. А чтобы это преодолеть, достаточно поменять некоторые, делать изменения в последнем разделе, в последней книге. И эти изменения сводятся к тому, что на первое место поставить объективность, потом пойдёт субъективность вместе с жизнью, и потом уже идея познания, идея добра и абсолютная идея. И тем самым у нас должна появиться в голове научная система. Вот я на этом хотел бы сделать особую остановку и подчеркнуть, если системы нет, то легко разрушить представление, позицию, идею. А человек для того, чтобы быть цельным человеком и для того, чтобы быть твёрдым, и твёрдо противостоять противоположным тенденциям, у него должна быть система взглядов. Вот систему взглядов иначе мы не получим, не овладев этим делом. Вот почему так важно сделать то, что я бы советовал сделать. И к этому сводится содержание этого занятия. Я думаю, что выступления показали, что это очень всё объективно и нужно и злободневно. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, товарищ Терезни Вадьковский, Соседатель Независимого профсоюза шахтёров Донбасса, расскажет нам, проведёт лекцию на тему борьба шахтёров Донбасса. Донбасса 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 Шахтёров Соседатель Донбасса АПЛОДИСМЕНТЫ Донбасса Донбасса